Для безинчукских спортсменок это первое соревнование по джампинг-фитнесу, но у мувида спорта всего несколько лет. Выиграть Кубок Самары они пока и не рассчитывают, тренируются всего один год. Сейчас главное участие, рассказала тренер Елена Мавлянова. Надеюсь, все получится, все займем. Самое главное не волноваться, а так сможем. Джампинг-фитнес три года назад объединил в себе акробатику, аэробику, художественную гимнастику, танцы и прыжки на батуте. В России новый вид спорта стремительно набирает популярность. Он доступен и безопасен. Им могут заниматься спортсмены любого возраста. И во всем мире еще нет соревнований по джампинг-фитнесу. Мы первые. И сейчас заряжаем еще три страны, в которых вот-вот будут свои чемпионаты. И совсем скоро у нас уже будет Кубок Дружбы на четыре страны. Отборочные соревнования на Кубок страны проходят в разных регионах России. Кроме соревнований существуют и фестивали, где выступают в основном пенсионеры. Не ради наград и пьедестала почета, а чтобы почувствовать себя молодыми. У нас уже на территории Самарской области имеется больше 20 региональных отделений в различных точках Самарской области. Больше всего, конечно же, в городе Самара. Тут у нас все намного быстрее развивается. Уже очень большое количество людей присоединилось. Вот как мы можем заметить на Кубке. Судьи оценивают спортсменок по нескольким критериям. Затем баллы складываются в итоговую оценку. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Григорий Плешаков, Григорий Плешаков, Григорий Плешаков.